Кремлевским властям срочно надо с кого-то содрать ну хотя бы пару сотен миллиардов рублей, ведь казна полупустая. Должны платить люди, которые получают миллиарды рублей. И это должно быть на уровне 50-70, может даже выше процентов. И вот власти пообещали, наконец-то все же заплатят самые-самые богатые. Представили налог на сверхприбыли. Достаточно крупные суммы, то есть общая сумма, которую планируют государство получить, за счет этого разового сбора превышает 300 миллиардов рублей. То есть фактически государство использует этот разовый налог как разовый сбор, как инструмент для финансирования дефицита бюджета, который становится, скажем, днем все больше и больше и больше. Да неужели Путин все же решился потрусить ранее неприкасаемых? Как бы не так. От сверхналога уже освободили крупнейших нефтяников, газовиков, угольщиков. А теперь вот правительство оставило лазейку еще и для крупных застройщиков жилья. Самые жирные куски экономики, самые огромные кошельки, которые можно было бы потрясти, их просто выводят за скобки, их эта инициатива не коснется. Застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через экстра-счета. Те, кто не платил дивиденды в 2021-2022 годах. Компании, которые в 2018 и в 2019 годах не имели выручки от реализации. Может показаться, что это зацепит только действительно нуждающиеся компании. Ну а на словах, да и на документах тоже, богатейшие воротилы нередко бедны, как церковные мыши. Компания может не иметь выручки от реализации, но иметь прибыль за счет вне реализационных доходов, которым согласно налоговому кодексу относятся доходы от дивидендов, курсовой разницы от сдачи в аренду и так далее. И если барыши хотя бы чуть приупали, бегут выпрашивать миллиарды у бедноты, ну то есть у бюджета. А Путин всегда этому рад. В 2008 году в рамках антикризисной помощи системообразующим компаниям мы подписали решение о предоставлении нашей компании госгарантии по кредиту Сбербанка. Сильно, очень сильно нам помог. Это, например, Сергей Гордеев, никогда мощнейший парень стройки в Сея Московии. Но есть чем, как говорится, государству, обществу, народу, бюджету поживиться. Там триллионы просто наших с вами народных денег. А еще 23% акций группы ПИК есть у Путинского банка ВТБ. Кстати, работал ПИК с теми самыми эскроу-счетами, которые ныне дают интульгенцию от налога. По состоянию на конец первого полугодия 2020 года общий остаток средств на экстрау-счетах клиентов ПИКа составлял 36,2 миллиарда рублей. Но кризис и санкции таки делают свое дело. И в прошлом году над ПИКом начали сгущаться тучи. Гордеев из сложности ушел. И сейчас его недвижимость скупают Ротенберги, ближайшие друзья Путина. Уж этих-то лишними налогами навряд ли потревожат. А вот и еще один спасаемый от налога, миллиардер Максим Шубарев. Он не только получает крышу от властей, но и сам ее дает. Причем буквально. Как утверждают российские СМИ, владеет, кроме прочих богатств, и квартирой за полмиллиарда рублей в одном из самых премиальных ЖК Москвы. Причистенко-13. А живет там, причем вполне официально, заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть. Ну и что, скажете вы, человек пустил пожить к себе бедного чиновника. Неужели столь высокого прокурора можно купить какой-то там одной квартиркой, пусть и дорогущей? Конечно же нет. Его можно купить долей в бизнесе. Кикоть уже получил долю в бизнесе Шубарева. На супругу силовика, возможно уже бывшую Диану Тагирову, были оформлены строительные фирмы «Эст Монолит» и «Энергостройтех» совместно с Шубаревым. Затем доли жены прокурора переоформили на других членов его семьи. Только личный годовой доход Шубарева превышает 5 миллиардов рублей. Зато компании Шубарева зарабатывают на господрядах, обеспечивая жильем сотрудников прокуратуры в нескольких российских регионах. И неужели таких дорогих партнеров можно обдирать на деньги? Они не могут это сделать, это их природе противоречит. Столько людей воруют, хоть сажай каждого, а посадить некого все свои. Вот такая же тема, только с новым налогом на сверхприбыль. Эксперты подозревают, уклониться от сверхналога может и фирма ГК ЛСР. Принадлежит экс-сенатору от Ленобласти Андрею Молчанову. Андрея Молчанова не случайно СМИ окрестили любимчиком Смольного. Группа ЛСР и в самом деле обладает огромным лоббистским ресурсом. Молчанов еще в 90-х поднялся на ваучерной приватизации и отхватил тогда себе целый строительный завод. Андрей Молчанов выходец из правильной семьи. Его отчим Юрий Молчанов около 10 лет работал в команде Валентины Матвиенко, когда та возглавляла Санкт-Петербург. Кроме того, звучали мнения, что Молчанов старший, будто бы еще со студенческих лет, имеет близкие связи с банкиром Юрием Ковальчуком. С тех пор высокая крыша высоких патронов Молчанова не покидала. В прошлом в совет директоров группы входил также председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. И тут вот видите, своих, соответственно, сразу щадят, не трогают и, как говорит Единая Россия, верьте только делам. Ну а раз уж денежные мешки не поделятся, то за чей же счет тогда Путин будет закрывать дыры из-за собственных провалов? В результате эта дыра в бюджете будет лататься за счет граждан, за счет новых поборов, новых налогов, отношений рядовых, новых платежек ЖКХ. Вероятно, придется и урезать расходы на простых людей. Когда у вас постепенно подрезают расходы на образование, на здравоохранение, на ремонт дороги и так далее, у вас просто постепенно, постепенно ухудшаются. А также потрусить мелкий бизнес. Я рекомендовал бы все-таки использовать этот инфоповод как ситуацию для того, чтобы оценить свою налоговую безопасность. Потому что это как подтверждение о том, что государство начинает проблемы с исполнением бюджета. И это все может привести к усилению налогового контроля в целом. Потому что путинисты разделили страну на две касты. Одни всю жизнь пашут, платят и терпят, а другие только пожинают плоды и придумывают все новые способы, дабы остальные пахали, платили и терпели еще больше. И вот изменить это может только полная смена именно системы власти.